Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялся мужской приход. Первый молодой человек Евгений никого особенно не выделяет из девушек, второй Андрей пришел к Елене Босс. Решено было оставить обоих парней. Оля Жемчукова рассказала, что Глеба не удовлетворяют размеры ее бюста. Ему бы хотелось увеличить размер хотя бы до второго с половиной. Также Глебу мечтается, чтобы новая грудь его женщины была круглой формы, как у Бородиной, а не капелькой, не как ботинки Аладдина. На это Ольга отвечает, я если и буду делать, то не для Глеба, а для себя. В сети ходят слухи, что мужчина, к которому Вика Романец ушла с проекта, уже ее бросил. Эти слухи уже нашли свое подтверждение. Судя по статусу Липового в социальных сетях, их отношения с Романец окончены и мужчина активно ищет в себе новую любовь. Сашу Гозиас поймали на переписке с бывшим мужем Ильей Кратковым, а также еще с несколькими неизвестными мужчинами. И еще Сашин молодой человек Костя Иванов узнал, что между Сашей и Ильей Ебаровым был интим, хотя сама Гозиас утверждала обратное. В итоге между ребятами были разборки. Костя ударил девушку и потом поставил условия. Либо Саша меняется и заканчивает переписки с другими мужиками, либо они расстаются навсегда. Игорь Трегубенко и Элла Суханова готовятся к свадьбе. Они показали место, где состоится свадебное торжество. «Наше свадебное гнездышко», написал Игорь, «лучшего места для проведения свадьбы в Москве не найти. На берегу реки белоснежный песок, отменная кухня и веранда с видом на воду». И у Эллы свои приятные женские предсвадебные хлопоты. Она ходит по свадебным салонам, ищет на торжество платье. Одиночки проекта Тимур Гарафудинов и Семен Фролов приглашают девушек к себе на кастинг. «Милые девушки Москвы и Подмосковья», пишет Семен, «приглашаем вас на кастинг. Приходите, мы будем очень рады отсмотреть вас в качестве потенциальной участницы. Я за активность, хочу построить крепкие отношения». У Русланы Мишиной новый виток в отношениях с Колей Должанским. Она пишет, «Сегодня Должанский решил извиниться за все свои плохие поступки. Однако я его не простила, сказала, что должно пройти время, и я хотела бы увидеть хорошие поступки с его стороны. Он пообещал мне, что не будет просить идти». Ведущая проекта Ольга Бузова покрасилась в розовый цвет. «Мне так нравится», пишет она, «не переживайте, этот цвет я сделала для сегодняшней съемки, и он скоро смоется. Хотя я бы и так походила». В сети ходят слухи, что ведущая «Дома-2» Ксения Бородина собирается покинуть реалити-шоу. Она решила, что пора двигаться дальше. Якобы сама Ксения подтвердила эти слухи, но пока точно сказать не может, когда же это будет. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!